Продолжение следует... Вот эти виртуальные баллы, которые нам теперь необходимо зарабатывать, сколько их надо заработать, чтобы, скажем так, пенсию вообще назначили минимальную, хотя бы по старости? Как вы все уже должны, наверное, знать, с 1 января 2015 года вступил в действие новый закон, 400-й федеральный, называется «Страховых пенсиях в Российской Федерации». Определены четко три условия, при которых назначается пенсия. Это достижение пенсионного возраста. Вы знаете, что пенсионный возраст пока в Российской Федерации 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Выхода – это общероссийский пенсионный возраст. Требуется стаж, это минимальный 15 лет, но поскольку закон вступил в действие с 1 января 2015 года, определены переходные периоды. И в 2015 году требуется стаж 6 лет, поскольку был 5 до 1 января 2015 года. Каждый год он будет увеличиваться на 1 год, пока не достигнет 15. И наличие 30 баллов. Опять же, переходный период, начиная с 2015 года, это 6,6 балла. И ежегодно будет увеличиваться на 2,4. То есть 30 у нас достигнет в 2024 году. Вот это новые правила назначения пенсии для граждан Российской Федерации. Вот эти баллы, о которых Вы говорите, их же можно получить еще и по уходу за ребенком, да, и за службу в армии. Да, безусловно. Есть такие социально значимые периоды в жизни каждого человека, которые называются в законодательстве не страховые. В том числе включается, кроме работы, что такое работа, это заработная плата, где человек получает, с которой работодатель уплачивает страховые взносы. Хочу отметить, что Российская Федерация одна из немногих стран, даже постсоветского государства, в которой взносы за нас с вами платит только работодатель. То есть у нас обязанности у наемных работников до сих пор не введена, в отличие от других государств. Значит, работодатель платит взносы и поступает в пенсионный фонд. Учитываются еще и другие периоды, это как раз период ухода за детьми, это может быть не более шести лет, то есть если включается полтора года, то это четыре ребенка участвуют, так сказать, в пополнении стажа матери либо отца. В данном случае выбирает семья, кому засчитывается этот стаж. Кроме того, время прохождения военной службы, засчитывается также в стаж, время ухода трудоспособным лицом за нетрудоспособными гражданами. Это три категории нетрудоспособных граждан. Это инвалиды первой группы, это дети инвалиды, статус до 18 лет имеют они. И граждане пожилого возраста, это старше 80 лет. Периоды ухода за этими гражданами засчитываются также в стаж, он называется страховым. И время проживания жен военнослужащих в таких местностях, где служат мужья, где нет возможности трудоустроиться. Но они более пяти лет засчитывают этот стаж. Время проживания супругов с мужьями за границей, это если муж дипломат или консул, тоже не более пяти лет. Вот это все иные периоды, которые засчитываются наравне с работой. И за каждый период определяется количество баллов. По уходу за детьми за первого ребенка 1,8 балла. Соответственно, если это полтора года, то 1,8 плюс 0,9. Это первый ребенок. За второго 3,6 за каждый год. Соответственно, полтора, это получается 3,6 плюс 1,8. За второго и четвертого 5,4 за каждый год нахождения в отпуске по уходу за ребенком. По службе в армии и остальные периоды, которые я обозначила выше, 1,8 за каждый год. Вот, например, ухода, проживания, службы в армии. А если, допустим, потенциальный получатель пенсии живет в деревне Малухой, где, в общем-то, очень трудно с трудоустройством и, соответственно, очень маленькая зарплата. Не получится ли так, что в неравных условиях оказываются люди, так как им придется очень долго работать, может быть, по 40 лет, чтобы накопить вот эти вот баллы? Баллы, естественно, связаны со стажем. Это безусловно. Поэтому то, что я вам обозначила, 15 лет, которые у нас в Российской Федерации закреплены 400-м законом, это очень мало. Что такое в 55-60 выйти на пенсию и иметь всего лишь 15 лет? Если посмотреть законодательство других стран, это 40 и более лет, и независимо, это женщина или мужчина. Поэтому за такой период времени поступает большее количество взносов, соответственно, можно рассчитывать на достойный уровень пенсионного обеспечения. Что такое 15 лет? При этом, если заработная плата низкая, соответственно, столько страховых взносов поступает на индивидуальный лицевой счет гражданина. И сегодня стоит вопрос, если он жил, получая маленькую заработную плату, он воспитывал детей, отдыхал, оплачивал квартиру, то никогда не может быть у него большая пенсия при достижении пенсионного возраста. Хорошо, что в законодательстве у нас предусмотрена норма, когда гарантируется минимальное пенсионное обеспечение не ниже прожиточного минимума пенсионера. То есть независимо, хоть какая была заработная плата низкая и сколько поступило страховых взносов, которые повлияли на, соответственно, пенсионный его капитал, при достижении пенсионного возраста пенсию он получит не ниже, чем прожиточный минимум пенсионера. В зависимости от того, какой прожиточный минимум установлен, это либо Российская Федерация, либо региональная доплата, как вот в данном случае в Архангельской области, у нас все получают до прожиточного минимума в Архангельской области, поскольку это северная территория, соответственно, и прожиточный минимум больше, чем в Российской Федерации. Ну вот эта гарантия, она предусмотрена. Но тем не менее это такое, скажем, завуалированное поднятие пенсионного возраста. То есть больше работаешь, больше получишь. Совершенно верно. В то же время, вот почему я сказала, зависит размер пенсии от возраста выхода на пенсию. То есть сегодня законодательство предусматривает повышающие коэффициенты для тех граждан, кто отложил это право выхода. Есть повышающие коэффициенты, так называемые бонусы. За каждый год отказа от пенсии, то есть не нужно приходить вообще в пенсионный фонд, не нужно о себе никак заявляться, не писать заявления никакие. Просто вот он не пришел, значит мы считаем, что он отложил право выхода на пенсию. Соответственно, это может быть не более 10 лет, но через год, через два, через три, за каждый год есть свой повышающий коэффициент. И при обращении уже на пенсию, у него пенсия, соответственно, будет выше. Но это, опять же, личное право каждого. При наступлении пенсионного возраста решает, а пойдет ли он на пенсию именно с того возраста, который у нас закреплен в 400-м федеральном законе. Может быть, про накопительную пенсию? Всех очень интересует судьба замороженных накоплений. Во-первых, начнем с того, что накопительная пенсия имеется у граждан 67-го года рождения и моложе. Соответственно, те два года, 14-й и 15-й, страховые взносы все перечислялись на страховую пенсию каждого. То есть они никуда не пропали, они находятся на индивидуальном лицевом счете, они индексируются ежегодно в зависимости от роста инфляции. То есть нельзя сказать, что эти деньги куда-то в трубу ушли. Они также остались. Что на сегодняшний день? До 31 декабря 2015 года нужно определиться, вот именно этим гражданам 67-го года рождения и моложе, будут ли они все-таки копить себе на накопительную пенсию и подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации о том, куда они хотят направить эти денежные средства и вообще показать, что они хотят оставить себе накопительную пенсию. В противном случае все молчуны, их средства страховых взносов будут направлены только на страховую пенсию. Поэтому определяться нужно, вот остался один месяц. А чем это, в общем-то, грозит молчунам? А молчунам как раз ничем не грозит. У них все денежные средства пойдут на их индивидуальный лицевой счет для страховой пенсии. Она будет индексироваться, и при достижении пенсионного возраста они получат эту пенсию и будут получать только от Пенсионного фонда. Те, кто на накопительную часть пожелает отправить заявление, соответственно, вторую часть, так скажем, вторую пенсию они будут получать из той компании, то есть это управляющая компания, либо негосударственный пенсионный фонд, это будет накопительная пенсия. Но чем они отличаются? Страховая пенсия ежегодно у нас индексируется в зависимости от темпов роста инфляции. Накопительная же часть будет индексироваться только в том случае, если получена доходность от инвестирования этих накоплений у той организации, куда направлены эти денежные средства. Она может быть и не индексироваться, а может и на приличный процент дохода. То есть это дело каждого, каждый выбирает, каждый думает. Вы можете посмотреть все негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, рейтинг их посмотреть, доходность на финансовом рынке и так далее. Информация сегодня вся имеется на сайтах этих же управляющих компаний. Поэтому все это можно, и порешать можно, и подумать можно, может быть, даже и нужно. Что касается индивидуальных потребительных материалов, у них точно так же накопляются баллы? То, что они заплатили, тоже им идет на индивидуальный лицевой счет, и, соответственно, так же начисляются баллы. Почему баллы? Потому что это в обязательном. Хоть наемный работник, индивидуальный предприниматель, к достижению пенсионного возраста у него должны быть все годовые баллы, они суммированы, и как размер пенсии исчисляется. Вот их пенсионные баллы накоплены, умножаются на стоимость этого коэффициента. Если баллов не будет, то и пенсию не рассчитать уж. В принципе, вот та формула, которая в 400 законе, она, в общем-то, понятна. Кроме того, есть возможность, где посмотреть эти все сведения. Сегодня предоставлена такая возможность, сервис есть, лишний кабинет застрахованного лица. То есть сегодня человек не находится в невидении. Это не старое поколение, которое не дружит с компьютером, сервисами и так далее. Сегодня, в принципе, уже те люди, которые, наверное, не могут себе жизнь представить без сайтов, карточек. Даже взять вот эти карточки, которые у нас сегодня пенсионеры выходят на пенсию, это все мы перечисляем. Никто не идет ведь на почту, правильно? Все идут с карточками для того, чтобы рассчитываться. Поэтому сегодня говорить, что какой-то информационный голод существует, конечно, нет. И сосчитать каждый может что-то хотя бы виртуально. У нас почти 200 тысяч пенсионеров в Архангельской области продолжают работать. Это почти половина от общего количества получателей пенсии. То есть вопрос для работающих пенсионеров о том, как будет осуществляться перерасчет для них, мне кажется, тоже очень важный. Что нового в этом? Чего ожидать? В самом законе речь идет о перерасчете, который мы ежегодно производили с 1 августа. Вы это имеете в виду, да? Он так и останется перерасчетом. Только несколько изменится подход к перерасчету. Опять же, мы перешли на баллы. Поэтому за 2015 год будут учтены все страховые взносы, которые уплачены работодателем. И перерасчет будет произведен с 1 августа. Но это будет максимальное значение 3 балла пенсионных. Это максимальное. В зависимости от страховых взносов этот коэффициент может быть и меньше. Это все те, у кого нет накопительной компоненты. Это 3 балла. Если есть накопительная компонента, 1,875. То есть, почему? Вот различие еще одно. Поскольку накопительная еще есть возможность получить по доходности. Вторую пенсию это накопительная пенсия называется. Поэтому и коэффициент чуть ниже, чем для тех, кто только страховую имеет. Сейчас же сказали, что пенсия не индексируется работающим. Значит, речь идет о корректировке с 1 августа. То, что получали работающие. Вот этот перерасчет с 1 августа, он так и останется. Он не будет упразднен. Он в законе в 400-м речь идет. Вы сегодня, сейчас имеете в виду 1 февраля. Вы имеете 1 февраля, когда речь идет об индексации, которая предусмотрена ежегодно. Пока это все в законопроекте. Я полагаю, что об этом пока, наверное, рано говорить. Но хочу успокоить работающих пенсионеров в той части, пока в законопроекте, что предусмотрено, что с 1 февраля индексация будет произведена только неработающим пенсионерам. Но при увольнении пенсионеров вот этот индекс, он будет им к их пенсии приведен. То есть человек уволился, если даже прошло 2, 3, 4 индексации, смотря как будет принят законопроект, то он при увольнении с работы, ему в пенсию все это вернется. Без доплаты, естественно, за прошлое время. Вот пока это. Но я полагаю, что мы переговорим о этих нюансах, когда будут приняты законодательные акты соответственно. То есть если у работающего пенсионера начислена пенсия, то она у него нестабильна, вот сейчас не застывшая одна и та же сумма, она будет все равно ежегодно в августе меняться? В августе, конечно, безусловно, да. Если сейчас стоимость одного коэффициента 71,41 рубля, это 2015 года стоимость пенсионного балла. С февраля она должна измениться, соответственно, поскольку в законе прописано, она ежегодно меняется, утверждается правительством Российской Федерации. То есть умножить на 3, это максимум, что пенсионер получит с августа. Но он в обязательном порядке получит, если уплачены страховые взносы работодателя. Но меньше она не будет, чем назначенной, да? Меньше она не будет. То есть в меньшую сторону? Нет, безусловно. Уже радуюсь, что пенсия не умеешь. Да. Значит, вопрос шел о выплате, невыплате работающим, да. Сегодня вопрос этот не стоит, поэтому пенсия, она, да, сохраняется. Алина Николаевна, можно еще такой вопрос хитрый задать? Вот смотрите, работающий пенсионер, он проживает в Арханске, да, то есть в КРС, районы приравненные. Он во время отпуска поехал подработать в Северодвинске и на Рюмар. Он, прибавится ему пенсия вот на эту, да, в 600, по-моему, тысяч, да, сейчас северная ставка? Значит, если будут сданы на него сведения работодателям, да, территориальная принадлежность будет поставлена на РКС, поскольку это на Рюмар. Будут выплачены страховые взносы, то он имеет право на перерасчет пенсии. А какая сумма сейчас вот идет? Значит, 4383 рубля это фиксированная выплата российская. Тот, кто работает в районе Крайнего Севера, от нее плюс 50%, тот, кто работает в местности, плюс 30%. То есть разница вот 20% 860 рублей получается. Сколько? 860 рублей. То есть он может увеличить свою пенсию ежемесячно на 860 рублей, да, если поработает там больше 5 дней, по-моему, да, или сколько? Это поскольку по трудовому договору то никаких нет требований, сколько он там отработает. Речь идет о командировке, и, например, в город Северодвинск, то мы уже проверяем и вообще ездили, поскольку сегодня есть целые организации, которые без выезда предоставляют подложные документы и показывают пенсионному фонду, что была действительно работа. Все сведения передаем прокуратуру для дальнейших действий. То есть это уже мошенничество, да? Это уже, да. И можно понести наказание. Ну, он может устроиться, да, по трудовому договору, и тогда он имеет шанс, свое действие же вещественно увеличится. Конечно. Если нуждаются в его услугах предприятия, если есть возможность, конечно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы. Если говорить о цифрах, сегодня средняя пенсия в Англиской области, и сколько вообще пенсионеров? У нас 420 тысяч пенсионеров и 15,5 тысяч средняя пенсия. Еще вопросы. Елена Николаевна, еще вопрос. Вы перечисляли периоды ухода за пожилым, которые входят в стаж. А скажите, пожалуйста, а в северный стаж они не входят? Нет. Так же, как и безработица, да? Значит, в северный стаж входит только работа. В северный, и четко прописано в законодательстве, тот, кто выходит на досрочную пенсию, связанную с работой в северных территориях, нужно отработать 15 календарных в районе Крайнего Севера и 20 календарных в местности Крайнего Севера. Проработать. Это только работа. Даже служба в армии, неважно, где она была, не входит. Даже если он на новой земле, да. Коллеги, еще вопросы? А правда ли, что сейчас не выдается пенсионное удостоверение? Совершенно верно. Пенсионное удостоверение никакой правовой нагрузки не несет. Оно было без фотографии. В принципе, единственное, что мы можем сейчас встретить, где пенсионное удостоверение нужно? В магазине, где какая-то скидка для пенсионера, да. Больше оно ни для чего не нужно. И поэтому в правилах, которые утверждаются Министерством труда, прошли через Минюст, такого документа, выдачи такой документа нет. Не возложено на пенсионный фонд. Те, кому нужно что-то показать, где, я не знаю, где показать, остаются только магазины, потому что со всеми другими организациями, где необходимо определить, что пенсионер или нет, электронное взаимодействие у нас действует. И мы пересылаем по соглашению базы данных. Та информация, которая нужна, например, в соцзащите, в соцзащите для тех же органов ЖКХ, для того, чтобы предоставить субсидии. То, если кому-то нужно, мы выдадим справку. Я говорю, что он не нужен. В принципе, это такой документ, который ни билет не купить, да, ни с пояса, если самолетник. Он не удостоверяет личность. Если говорить о предприятиях, которые выплачиваются, так вы взносы на северный фонд, сколько сейчас слит вопрос о собираемости этих платежей? Я думаю, что вы слышите, что собираемость не очень хорошая. Задолженность у нас существует и в Архангельской области, и предприятия, и бюджеты всех уровней, к сожалению. Поэтому мы работаем с колес, скажем так. Поэтому заодно и хочу обратиться к пенсионерам. График выплаты у нас в Архангельской области с 3 по 22 число, банки по 23. Если ранее мы могли в банк за 2-3 дня перечислить денежные средства, и, соответственно, если график был, допустим, 15-го, то 12-го, даже 11-го иногда вечером они получали пенсию. То сегодня, если 15-го, то 15-го и получают пенсию. Поэтому сейчас действительно обращения поступают, уточняют график. Поэтому прежде чем написать, уточнить, можно свой график по месту жительства в пенсионном фонде. То, кто получает по почте, там всегда свое определенное число. Они с самого назначения пенсии знают это число, поскольку сидят и ждут почтальоны. А вот с банками мы раньше могли перечислить графика, позднее нет. Сегодня мы перечисляем ровно в тот день, когда график определен для того или иного пенсионера. И не позднее. То есть нарушения с выплатой пенсии у нас нет в Архангельской области. Есть какие-то цифры недополученные? Сейчас миллионы. Если, допустим, бюджеты, в том числе федеральный и областной, это 50 миллионов на сегодня. Но предприятия, это больше цифра. А куда контактируется? Федеральный бюджет. Но федеральный бюджет, он же тоже не был. Ну, федеральный бюджет, ну, кроме того, ведь и области есть разные, даже Москва, собираемость взносов совершенно разная, иная, нежели Архангельская область. При этом вы имеете в виду, что и заработные платы не растут. Определенные премиальные какие-то не выплачиваются некоторыми, то есть это все идет на убывание взносов. Есть тенденция какая-то по снижению среднего размера пенсии? Вот сейчас как пенсии стали? Они больше, меньше? Вот люди, когда выходят? По снижению нет. Размер пенсии сейчас за счет, именно тех, кто сегодня идет назначать, она у нас и повышается. Поэтому нет, снижения нет. Ну, в связи с тем, что в последнее время здесь предприятия многие позакрывались, там люди как-то, кризис, зарплаты поснижались. Вообще, знаете, в любой год есть пенсии больше, есть меньше, есть средние. Опять же, все зависит, если это младший обслуживающий персонал, он хоть в каком году пойдет, по сравнению с теми, у кого заработная плата средняя и выше, он все равно будет меньше. Правильно? Из этих трех складывается средняя, низкая, высокая заработная плата, и получается средний размер. Поэтому сказать, что пенсия идет на убыль, ну нет, иначе бы у нас средний размер пенсии не рос. А самая высокая пенсия в Архангельской области какая? Вообще максимального размера у нас нет. Минимальный у нас есть, это прожиточный минимум, да, за счет других субъектов. Ну, самая большая пенсия где-то, наверное, 36-38. Это обычная вот пенсия, которая заработана путем повышения корректировки ежегодной с августа. Ну и вышли тоже приличные, это в 2002 году выход. Чем больше находился на пенсии, тем выше пенсия. А минимум сколько сегодня получают? Минимум это 8 812 рублей, это прожиточный минимум в Архангельской области. Вот ниже пенсий, их нет сегодня. Скажите, пожалуйста, при оформлении пенсии можно получать ее через любой банк или только через Убербанк? Это можно получать через тот банк, с которым у нас заключено соглашение. И это не только Сбербанк. У нас много банков, которые вы можете посмотреть на нашем сайте пенсионного фонда, либо спросить в пенсионном фонде, куда вы придете с документами для заблаговременной работы. Хочу сказать, что мы приглашаем всех за полгода до назначения пенсии для того, чтобы мы могли сформировать макет пенсионного дела, если что-то запросить, оказать помощь, либо, может быть, у вас какие-то дополнительные документы запросить, за полгода. За месяц мы должны получить заявление о назначении пенсии. Хочу обратиться ко всем, что сегодня достаточно зарегистрироваться на сайте личный кабинет застрахованного лица, зарегистрироваться, и заявление уже можно второй раз, не приходя в пенсионный фонд, подать через личный кабинет. Кроме того, можно поменять способ доставки тоже через личный кабинет. То есть сегодня можно вообще не приходить работающему для назначения пенсии, поскольку еще 400-й федеральный закон определил право работодателя документы с согласия застрахованного лица предоставлять в органы пенсионного фонда в электронном виде. То есть к нам сегодня ходить вообще можно не ходить. А вот в связи с этим еще такой вопрос. Вот сейчас как раз занимаемся формированием пенсии, вот как раз воспользовалась этим нашим прогрессом, подала заявление все через личный кабинет. И мне позвонили из пенсионного фонда, сказали, что все у вас хорошо, все вам уже назначено, все у вас, все документы. Но принесите-ка вы справочку с работы о том, что вы в этом году не ездили в командировки, не посылали вас на курсы и не брали в отпуск за свой счет. Это какое-то нововведение? Именно в этом году? Да, именно за 15-й год. Может быть, вы неправильно что-то поняли. Если пенсия была назначена, то зачем? Вот и я удивляюсь. А крайнего севера у вас достаточно, предостаточно, да? В 20 местности 20 лет или больше? Это самобольское северение у нас. Ну так я полагаю, рождения ребенка у вас не было в 15-м году. В 15-м году? Не было. Значит, этот вопрос мог возникнуть. Если у вас дети рождения, стоит дата рождения детей, в заявлении вы указали, да, и для того, чтобы в стаж не входит время ухода после 92-го года за ребенком, по 6 октября 92-го года, вот после этого периода, если было рождение ребенка, вас могли запросить за тот год, в котором мог быть этот отпуск, но не 15-й год. Вы подойдите, мы порешаем. Я хотя бы уточню, очень интересно. Но я думаю, что вы все-таки при всем уважении не так поняли. Коллеги, есть еще вопросы? Я еще хотела спросить, вернуться к работающим пенсионерам. Вообще, пенсионеры в Архангельской области, люди, которые выходят на пенсию, не стремятся выйти на пенсию или они продолжают работать? А вы как считаете? Вот я и хотела спросить, по вам, если работа. Есть разные, ну и менее половины, конечно, у нас около 130 тысяч. Если есть силы, наверное, желание, и кроме того, желание работодателя видеть этого пенсионера на рабочем месте, я думаю, он остается работать. Даже не потому, что размер пенсии низкий, потому что у нас низкий пенсионный возраст действительно. 55 и 60. Возьмите северные, это у нас 50 и 55. Если возьмем еще смешанные, есть и север, и льготная работа, то женщина-рентгенолог выходит на пенсию в 40 лет. Ну и в 40 лет она будет дома сидеть? Конечно, нет. Поэтому здесь много фактов, которые, наверное, в лет... Кто-то ждет эту пенсию и уходит сразу же в 55. Есть и такие в 50 и в 55. А кто-то работает. У нас же есть случаи, что женщина 93 года, и она до сих пор работает в северодвинске. А какие это сферы деятельности? Все, любые, конечно. Поэтому было бы желание здоровья. И желание работодателя опять. Да, и желание работодателя. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.